Ребят, приветствую вас всех на канале из КЗ в ЦЗ. Меня зовут Сергей, фамилия Досаев. Я родился в республике Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Майкудух. Я там родился, ходил в садик, учился в школе, закончил университет и работал на одном предприятии. И полтора года назад я уехал в Чешскую республику. Я последние две недели наблюдаю за тем, как распространяется COVID-19 в Казахстане. Но я думал, это как-то не вторая волна, а это все пройдет как-то мягче. Но сегодня я встал и посмотрел в сводках, что заболевших очень много. Там за вчера было 1610 в сутки. Это очень много, и Казахстан стал занимать лидирующие позиции по миру заболевших COVID-19 коронавирусом. Это меня очень расстроило, конечно, так как и вас. И я решил записать это обращение к вам. Я живу в Чешской республике полтора года, и я вам расскажу, как еще не удалось до конца, но как чехи, я думаю, побороли эту болезнь. Когда началась эта вспышка COVID-19, Чехия одна из первых стран, которые ввели чрезвычайное положение на своей территории. Сразу закрылись все предприятия, закрылись муниципалитеты, всякие полиции, администрация, магазины. Все позакрывалось, сказали всем находиться на улице в масках, везде в масках. Такие очень строгие ограничительные меры ввелися. И прошло 2-3 недели, пошел на спад вот это число заболеваемых. Все прислушались, все люди, которые здесь находились, все сразу, я не знаю, поверили, не поверили. Может, у чехов такой менталитет, но все очень сразу и серьезно отнеслись к этому. Все ходили в повязках, соблюдали дистанцию в полтора метра. Использовали перчатки, использовали спирт для протирания рук. Все делали, чтобы вспышка не распространялась. И с 1 июля, вы знаете, наверное, или не знаете, то, что уже можно ходить везде без масок. В общественном транспорте находиться без масок. Не надо соблюдать дистанцию в полтора метра, потому что число заболеваемых, там, ну, где-то 2-3 недели назад уже был 1-2 человека. Ну, сейчас обратно пошло возрастание, но не так, как в Казахстане. Сейчас 120-130 человек. В Казахстане я посмотрел за весь период вот этой болезни, 47 тысяч уже заболевших, на сколько там, 17 миллионов населения. Это очень много, конечно. И я вот встал сегодня с утра с таким переживанием за свой народ, за народ Казахстана. И думаю, записать это видео, чтобы вы были как-то осторожнее. И если почувствуете какие-то симптомы, ну, такие симптомы, как температура сноса, будет течь такая непонятная жидкость, будет сухо во рту, и будете себя плохо чувствовать, будет трудно дышать, не ходите, пожалуйста, я вас прошу, на работу или куда-то не идите в больницу. Позвоните своим родным, позвоните своим близким, кто у вас есть, друзья, чтобы они пришли к вам или позвоните в скорую, чтобы она приехала и провела тест на этот коронавирус. Вы понимаете, если вы выйдете из дома и пойдете сами в больницу, сядете в общественный транспорт, пойдете по улице, где-то чихнете, где-то это. Я не говорю, что это обязательно будет COVID-19, но все-таки надо отнестись к этому очень серьезно. У меня живет там мама и очень много родных, близких, друзья. Я очень сопереживаю, и я всей душой и сердцем с вами, дорогие мои друзья. Хочу вас, хотел вот это видео записать, такое обращение, чтобы вы, некоторые, я сейчас до сих пор читаю комментарии, то, что никакого COVID-19 нету, то, что это все пневмония и бронхиты. Может быть, есть и бронхиты, и пневмония, но все-таки надо отнестись к этому серьезнее. Видите, не идет на спад, только все идет, все хуже и хуже. Я понимаю свой народ Казахстана, то, что ему надо работать, надо зарабатывать деньги, тяжелая ситуация в стране, но все-таки, ребята, прислушайтесь к моим словам. Я вам никто, но я вас отечественник, и сопереживаю вместе с вами. Прошу, если кто будет смотреть мое видео, можете писать в комментарии, делиться какими-то советами, как это все пройти лучше, как изолироваться, как не изолироваться, как, я понимаю, много у кого есть маленькие дети, с ними надо гулять, ходить на работу, ходить в магазин, но надо как-то максимально осторожно это все делать, чтобы самому не заразиться и не заразить кого-то. У вас может быть этот коронавирус, но вы можете об этом не знать, вы просто можете себя плохо чувствовать, может быть у вас какое-то недомогание или что-то такое, но надо отнестись к этому посерьезнее чуть-чуть. Как бы вот так, ребята. Еще немаловажный такой аспект, кушайте хорошо, питайтесь хорошо, чтобы у вас был всегда иммунитет на хорошем уровне. Ешьте чеснок, ешьте лук, прогуливайтесь где-то на улице, в таких местах, где мало людей, чтобы организм все равно нельзя, мне кажется, так самоизолироваться, где-то сидеть в комнате и там спрятаться от этого. Надо одевать маску, какие-то перчатки, идти в какое-то место, снимать маску и там гулять и дышать воздухом. Это тоже организму нашему надо, чтобы был здоровый иммунитет. Принимайте какие-то витамины, пейте каждый день по одной аспиринке, не знаю, ведите здоровый образ жизни, там может бегать кто-то будет, может просто заняться ходьбой, но если у вас будет здоровый иммунитет, вы никогда не заболеете. Тоже этот иммунитет взаимосвязан, конечно, со стрессом, там с нервами, это тоже, конечно, его очень сильно убивает. Сейчас многие, наверное, скажут, да ты такой же, как и мы, там ты же тоже там, когда была эта вспышка, путешествовал по Чехии, там ездил везде, ничего не боялся. Да, я такой же, как вы, ребят, я такой же смертный, там, как и все вы, но тут, когда, как бы, знаете, всегда не переживая за себя, а переживая за других, чтобы люди не заболели, а про себя как-то не думаешь, думаешь, да, ничто со мной не будет. Не относитесь к себе так. Болезнь может поступить с любой стороны, такой враг невидимый, тем более это такое респираторное заболевание, которое здесь человек чихнул, а вокруг него человек 5 или 10 заразилось. Очень опасная инфекция такая, COVID-19. Будьте осторожны, будьте внимательны, отнеситесь к своим близким и родным как-то с трепетом, и пускай они не заболеют, всем моим подписчикам, всем гражданам, не только Казахстана, там, Украины, и всем-всем, всему миру, и кто меня сейчас смотрит, хочу пожелать, чтобы никто не заболел, ваши родные, ваши близкие, и все-все-все на этом мире, пускай уже этот COVID-19 отступит от нас. Ну все, ребят, получилось вот такое обращение к вам, будьте осторожны, будьте бдительны, мое сердце с вами, попрощаюсь с вами, пока.